Любовь Благодарю Тебя, Боже! Мы знаем, что это пятница страстная, но мы знаем, что уже есть воскресенье. Поэтому мы сегодня уже можем радоваться. Мы сегодня можем превозносить это имя превыше всяких ситуаций, обстоятельств. Потому что наш Иисус – это подлинный Мессия. Это тот, который пришел спасти мир. Это тот, который возвращается за брат тех, кто поверил Его словам. Иисус, мы здесь, чтобы принимать Тебя, принимать Твою жизнь, принимать избыток этой жизни, принимать избыток любви, принимать избыток милости Твоей, благодати и благости. Я благодарю Тебя, что Ты нас создал для любви. Ты нас создал для отношений с Тобой друг с другом. И пусть Твоя любовь покрывает множество грехов, покрывает множество ситуаций. Я благодарю тебя, Иисус. Я благодарю тебя, потому что для нас это привилегия сознавать, что наш Господь избрал нас на этой земле. И ты сказал, что с Иисусом, который возвращается на землю, с Ним званные, избранные и верные. И верные. И верные, друзья. Друзья, я вас поздравляю всех верных, которые могут быть верными в своем когда-то выборе, могут быть верными, служа Богу, могут быть верными, чтобы оставить свои теплые постели, могут быть верными, чтобы это делать в системе. Верность, она именно так формируется и так проверяется. Поэтому слава Богу за всех, кто это делает в зале, за пределами зала. Мы тоже говорим верные, и там тоже есть. Мы благодарим Бога за вас, верные, в других городах и странах, в других кабинетах или домах, даже, может быть, где-то на улицах, где-то в подвалах. Где бы вы ни были, если вы верные, мы вас приветствуем в армии Христа. Мы вас приветствуем среди Божьего народа. Спасибо тебе, Иисус, что твоя армия, она растет. Твоя армия, она растет. Геометрическая прогрессия в Божьей армии, она просто нарастает. Мы возьмем всю шахматную доску, да, с семенами, с зернами. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе, Отец Небесный, что мы можем сейчас молиться, просить тебя. Сашенька, флаг подними, пожалуйста. Спасибо тебе, Иисус. Да, ищите места. Слава Богу, что у нас не хватает мест в зале. Для ночной молитвы это здорово. Для молитвы? Слава Богу, друзья, мы подходим уверенно к тому моменту, когда будем говорить «Христос воскрес». Мы и сейчас можем, конечно. Христос воскрес. Воистину воскрес. Он воистину воскрес, и Он возвращается. В нас воскрес точно. В ком еще не воскрес, пусть воскреснет. Потому что это действительно ценно и важно. Но я хочу сейчас прочитать тот псалом, который у нас был на эту неделю, а потом мы перейдем к причастию и помолимся. «Боже, даруй царю Твой суд». Вот это очень важные сейчас слова и важные молитвы. Чтобы все суды, все решения приходили от Бога. И ночная молитва для этого хорошая платформа. Чтобы нам высвободить на царей Божий суд. В смысле, чтобы они принимали те решения, которые будут соответствовать Божьему суду. Не на них, как на царей, да, суд. Уже Бог сам разбирается с кем как. А мы сейчас высвобождаем суд на царей в смысле принимать решения, соответствующие Божьему законодательству и Божьей вере. «И сыну царя Твою правду досудит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде». Как это актуально в нашей стране сегодня. В лице царственной природы, правительственной природы, мы благословляем всю эту систему судебную, чтобы она вошла в здравые взаимоотношения с Богом. Потому что у Бога есть особый разговор к судьям этой земли. Особый разговор. И Он прямо говорит, за неправедные суды будут очень серьезно отвечать. И поэтому мы сейчас молимся о том, чтобы суды приходили верные. «Да судят праведно людей и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду». А кто такие горы? Это же власть. Как во многом от власти зависит, будет ли мир на земле. Я опять же не говорю об отдельно взятой стране, я говорю в принципе о странах, о правительствах, которые принимают решения. И тут есть в этой молитве Давида эти слова «Да принесут горы мир». Допринимаются те решения, которые приведут людей к миру, и они не будут заложниками тех решений, которые приводят к печальным результатам. И будут досудят нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник. Вы знаете, когда праведников гонят, это нечестие тогда стоит у власти. Когда праведники процветают, это Божьи представители. Потому что таким образом праведность может расшириться, повлиять, зайти на территорию сознания каждого человека. Потому что возвратить образ мышления праведника, это была задача Иоанна, который был притечей Христу. Сегодня это функция на церкви. И нам очень важно, чтобы праведность, она не была сейчас загнана в какой-то угол, она не была в пренебрежении, а чтобы праведность она процветала. Посмотрите, во дни его процветет праведник и будет обилие мира. Вот где ключ-то. Когда праведники процветают, обилие мира приходит. Когда праведников гонят, обилие проблем приходит. Поэтому нам важно процветать праведником И чтобы эта возможность была в нашей стране всегда И будет обилие мира, доколе не пристанет луна Он будет обладать от моря до моря И от реки до концов земли Падут пред ним жители пустынь И враги его будут лизать прах Цари Фарсиса и острова Островов поднесут ему дань Цари Аравии и Саввы принесут дары И поклонятся ему все цари Все народы будут служить ему Посмотрите, когда в такую позицию входит правительство Вот что Бог обещает Удивительно Как важно это услышать сегодня Тогда все цари начинают даннести Окружающие не восстают, а начинают наоборот Благосклонность проявлять А почему? Потому что, как сказано И Господь был с Иосифом Увидели, что с Даниилом Господь Как увидели, так захотели Выстраивать взаимоотношения Ибо Он избавит нищего Вопиющего И угнетенного У которого нет помощника Сколько сегодня тех людей У кого нет помощников И мы с вами можем сегодня Быть этим голосом Перед Богом быть этим голосом Чтобы Господь за них заступился За сирот За вдов За детей За тех, которые сегодня Вообще не знали Каким образом защититься От различных ситуаций и обстоятельств Будет милосерд к нищему И убогому И души убогих спасет От коварства и насилия Избавит души их И драгоценна будет кровь Их пред очами его И будет жить И будут давать ему От золота Аравии И будут молиться о нем Непрестанно Еще один ключ О таких правителях Надо молиться непрестанно Вообще о правителях молиться А когда мы хотим Чтобы вот такая была картина Непрестанно молиться Это наше Право и привилегия И вот какой итог Я хочу его утвердить, друзья Потому что Мы не желаем пропустить голод На эту страну Я не знаю кто как Но я хочу молиться За эту землю Не просто за какой-то Отдельный участочек За отдельный, может быть Огородик Или там садик Нет, хочу молиться за страну Чтобы сюда не пришел голод И посмотрите тоже как итог Будет обилие хлеба на земле Обилие хлеба на земле Наверху гор Плоды его будут волноваться Как лес наливанием И в городах размножатся люди Как трава на земле Не уменьшатся, а размножатся Это же тоже благословение И благоволение Бога к земле и к стране Когда размножаются люди Будет мир его Благословенно вовек Доколе пребывает солнце Будет передаваться имя его Все народы ублажат его Благословен Господь Бог Скажем, Россия Един творящий чудеса И каждая страна Кто хочет к себе призывать Призываем Эстония тут присутствует И благословенно имя славы Его вовек И наполнится слава его Вся земля Аминь и аминь Вы знаете, это была последняя молитва Давида А мы присоединяемся к Давиду Чтобы взять эту эстафету И говорим, Давид, а мы продолжаем эту молитву Для нас очень значимо сейчас Чтобы такая ситуация Она выстроилась в нашей стране Она выстроилась в той земле За которой мы молимся и благословляем И поэтому я сейчас хочу вместе с вами Подняться, помолиться А потом перейдем к причастию Небесный Отец Я очень благодарна тебе За то, что мы можем сейчас утверждать Это слово прочитанное Потому что оно написано было много лет назад Но для нас оно сегодня актуально и значимо Потому что мы хотим, чтобы эти слова Небесного Бога Нашего Небесного Отца На этой земле они проявились в плодах Они проявились, Боже, в том Что будут колоситься наши поля И будут собраны урожаи в житницу И житницы эти будут под защитой Отец, и будет доходить до народа Необходимая обилие твоего хлеба И меда, и молока, и масла И всех продуктов, которые будут здоровы И будут чисты от всякого заражения О май гад, лакина поливарда, глори креда, седосон Мы молимся и мы благословляем правительство На принятие тех решений От которых зависит свобода всей страны Господь, я молюсь к Тебе Во имя Иисуса Христа Чтобы всякая кабала, она просто была разрушена Остановлена всякое влияние нечистого канала О май гуда, лавина поливарда, грэдос прайс Арварда, гитали, калиман, да глори, калапина, платфадосон Во имя Иисуса Христа перекрой Перекрой движение дыхания нечистого мира Идущего от преисподних мест Во имя Иисуса Христа укращай зверя в тростнике Укращай зверя в тростнике, небесный Отец Май гуд, лаварда, гуд, алепарда, крэдосон Толегис Крайс Май гад, лавина поливарда, гота, лапина, палатан, да гластас Май гад, равира, каливарда, глорисон Май гад, рамира, поливарда, гитфайта, дэстасон О, команда, доча, с алепарда, крайзер О, равира, каливарда, гитфлида, поливарда, гитфрайзер О май Холисон, Айна Вестасон, Кулетенда Бладасон, Робарда Грудасон, Делегис Клайс. Давайте молиться на языках, друзья. Нам важно сейчас, чтобы этот поток, он просто был мощнейшим. Мощнейший поток, который будет обрушиваться на голову древнего змея. Который будет обрушиваться на его логовище. Превращать ничто его штаб-квартиры. Разорять его советы. Уничтожать его влияние. Пока церковь на земле у нас есть, это право. И нам надо этим правом пользоваться. My blessing God, Сапира Каливарда Глэрик Лайсер. О май Гат, Олавина Поливорда Блэсер. Господь, так мало осталось время для церкви. Но мы здесь, чтобы это осуществлять. Осуществлять твою волю. Утверждать твою власть на планете Земля. И говорим, Земля, 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 слушай. Слово Господне. И Иисус Христос возвращается. И тебе надо готовить путь для Него прихода. My blessing God, Сапира Клада Фрайзер. Поэтому мы связываем сейчас всякую нечисть. Мы связываем и говорим, укращай зверя в тростнике. Укращай зверя в тростнике. Укращай зверя в тростнике. Как бы он ни прятался. Но мы не отдаем нашу страну на разорение. Мы не отдаем эту страну на какие-то эксперименты дьявола. Мы не отдаем тебе, Россия. Oh my God, Ravira Play Surpriser. Поэтому выходи из всякого грота. Выходи из всякого места укрытия. Выходи и поднимайся в полный рост. Вставай со своими богатырями. Вставай со своими богатырицами. Вставай, 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 вставай. Страна огромная. Oh my God, Ravira Play Surpriser. 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 Вставай на победоносную битву. Вставай на результативные действия. Вставай, страна. Oh my God, Ravira Play Surpriser. Чтобы грех был побежден в тебе. Чтобы все, что связано с коррупцией, рухнуло и больше не поднялось. В этой земле. Oh my God, Ravira Play Surpriser. I'm going to bless you. Поэтому мы не идем по верхушкам. Мы сейчас не срубаем какие-то отдельные плоды. А мы идем в корень. В корень этой проблемы. И говорим, ангелы, выкапывайте это чуждое дерево для нашей земли. Выкапывайте из генетики. Выкапывайте прямо сейчас и вырывайте. Вырывайте, вырывайте, вырывайте. Вырывайте и насаждайте мышление праведника. My blessed God, Sopira Calivar de Glaser. Потому что сейчас дух воровства. Убирайся вон отсюда. Убирайся вон из этой земли. Oh my God, Ravira Play Surpriser. Убирайся из домов. Убирайся из сердец. Убирайся из кабинетов власти. Убирайся от дух воровства и коррупции. Oh my God, Abit Factor, Клэда, Палаварда, Грайзер. Румина Гата, Лавина, Паливарда, Глейсер. Если с ней не могут справиться здесь люди, то наш Бог это может сделать. Аллилуйя, Джейзус, слава тебе. Слава тебе, ты знаешь, как это сделать. Ты знаешь, как это сделать реально. Oh my God, Abit Factor, Клэда, Паливарда, Блэсер. Спасибо тебе, Отец. Слава тебе, Отец. Слава тебе, верный и могущественный. Величественный и спасающий. Слава тебе. Слава тебе, что мы говорим, пошел вон. Пошел вон дух, разоряющий эту землю. Убирайся вон. Убирайся вон, разоряющий рода и поколения. Убирайся вон дух рабства. Дух порабощения. Мужчин и женщин и детей. Убирайся вон. Мы тебя связываем. Всякий дух рабовладельческий. Мы тебя связываем. Убирайся вон. Из этой земли. Убирайся вон из генетики. Вошел, пошел, пошел, пошел вон. И пич Божий. Пич Божий тебя сопровождает и днем, и ночью. И днем, и ночью. И утром, и вечером. Идет пич и сопровождает. И сопровождает. И сопровождает. И сопровождает. И избивает так, что ты сюда не вернешься. Ты навсегда запомнишь, где тебя побили И откуда тебя выдворили Вон Майгат лавина Поливарда Гродос Поливарда Крестасон Каманату Лис Анбайда Клэри Карапарда Грайда Грейсер О Равира Кирфада Таплайс И я благодарю вас, ангелы Что вы сейчас действуете по слову молитвы О, камон, дей Таплайс Сапира Каливарда Грейсер Вы действуете по слову власти Потому что у нас есть власть и мы хотим ею пользоваться Власть данная самим Богом В заветных отношениях И поэтому мы берем эту власть и говорим Пошел вон, нечистый дух воровства Пошел вон, нечистый дух рабства Связанный с алкоголем, с азартом, с наркотиками Со всяким блудом Пошел вон, со всяким извращением Вон отсюда, вон из этой земли Мы отсюда тебя изгоняем Изгоняем, изгоняем, изгоняем Потому что Бог нам сказал Одним путем Он выступит против вас А семью путями побежит Так убирайся семью путями Убирайся, убирайся Вон, по всей земле Мы объявили тебе исконенение Искоренение Исторжение О май гад, а лавина Паливарда Блэйс Бросайте ангелы в огонь Всю эту нечисть бросайте в огонь И делайте это быстро, легко и качественно До конца ничего не оставляйте Ни корня, ни ветвей Не оставляйте никакого отродия от этого О май гад, а лавина Паливарда Блэйс Мы стоим там, где нам должно стоять В зале суда пред Господом Май камен Агитов Вайс И всех сузей земли мы сейчас туда вызываем Дайте отчет пред Богом О май гад, а лавина Плэйса Блэда Брайзер Лаварда Гродос Потому что ты сказал горе тем Которые искажают суды на земле О май гад, а лавина Паливарда Глори Крайсер О май гут, а лавина Паливарда Глори Седосон И я благодарю тебя, Боже Что мы сейчас это горе объявляем Мы сейчас это горе объявляем Потому что наш Господь предназначил нам силу И мы этой силой сейчас пользуемся Во имя Иисуса Христа Я благодарю тебя, Боже Я благодарю тебя, что ты предназначил нам сегодня совершать Твои суды на земле. И мы сейчас это делаем во имя Иисуса Христа. Майгут Раварда Глэрисон, Лаварда Гаратестис. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Вот сейчас мы объявляем в духовном мире горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия, и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своей и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще будет простерта. Господь, я хочу высвободить сейчас это слово. И я благодарю тебя, что за этим словом стоит не наш авторитет, а твой. Поэтому ты услышал эти слова, которые сам же записал, а сейчас ты произвел в духе это желание произнести их. Поэтому Господь сейчас твой набат пошел по земле. И я благодарю тебя, что ты сам будешь осуществлять эти действия. Не мы, не нам это дело принадлежит, а тебе. Потому что наша задача отдать тебе то, что ты производишь в нашем духе, чтобы ты превратил это в великий плод твоей славы на земле. И я благодарю тебя, Иисус. Я благодарю тебя, любимый, верный, всемогущий. Я благодарю тебя, сильный, не спасающий. Я благодарю тебя, неизменные и творящие великие дела. Хвала тебе, Майгута Лапсет Бледеса, Лаварда Гуратери Флатфактор Блессер. И мы стоя перед тобой сейчас говорим, Боже, бери в удел уста, сердца и души наши. Бери в удел сейчас каждого, потому что ты сказал, слабый скажет, я силен. И если кто-то себя чувствует слабым, скажи, я сильный. Я сильный в моем Боге. Я сильный в Боге. Спасибо тебе, Отец. Мы сильны твоей силой. Мы сильны воскрешенным Христом, который живет в нас. Мы сильны победоносной твоей властью. Let Jesus Christ say, через кровь Христа данную нам. Спасибо тебе, родной. Мы покрываем себя, своих родных, своих близких, своих дома. Покрываем кровью Агнца. Иисус Христос, мы почитаем твою кровь. Нового Завета. И говорим, мы одеваемся в одежды хвалы и в одежды, обогрянные кровью Твоей. Боже, спасибо тебе за Сын Иисуса Христа, посланного в наши судьбы, в наши дома и в наши жизни. Господь, ты нам такую честь оказал, что из того множества, которые населяют эту страну и эту землю, ты нас призвал и сказал, будьте в моей армии. А мы согласились. Мы встали в этот строй, любимый. Любимый, хвала тебе. Аллилуйя. Супер Гад Равира Крейсер. Супер Блесс, Арварда Гитфейзер. Аллилуйя тебе. Тебе, тебе, тебе единому. Тебе единому вся слава и честь. Тебе, тебе вся хвала. Тебе, живому, великому, могущественному, грядущему на эту землю Богу. Блесс Гад Равира Крейсер. Поэтому пусть все судьи дадут отчет перед тобой в зале твоего суда. Потому что когда-то им придется там предстать уже на вечный приговор. А мы сейчас просим, чтобы пока еще есть время на изменения, пока еще есть время на преображение всех систем в этом государстве и в этой стране, то мы туда вызываем всех судей. Награди их страхом Господнем, чтобы они принимали решения всегда при Твоем совете. Господь, я благодарна Тебе. Я благодарна Тебе. О, сюрприз, Гродос, прейс. Я благодарю, что Ты уже показываешь, какое смятение на лицах тех, которые туда идут, в эти кабинеты со взятками. Какое смятение приходит к ним, когда их взятки никому не нужны. Господь, я благодарю Тебя за это. Ты показываешь уже эту картину. О, слава Тебе за это, Готас, Антелли Галфайзер. Слава Тебе, Равира, Каливарда, Грейс. Лапарда, Гродос, когда они узнают, что эти пути больше не работают. Это уже не пути, которые ведут в погибель. Мы говорим, новые пути прокладываются для спасения населения, для преображения народов, населяющих эту землю, для преображения этой страны. Прокладываются новые пути для населения прямо в эту ночь, потому что это Страстная Пятница. Это результат Твоей победы, ради которого сегодня мы собрались. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Верный! Слава Тебе, Могущественный! О, Камарата, Брайда, Глейсер! О, Камон, Давида, Паливарда, Градфайзер! Капир, Палфада, Тулапсет! Спасибо, Отец! Слава Тебе! Слава Тебе, Родной, Любимой, Драгоценной! В Твои святые руки я передаю сейчас, Господь, это время. Я благословляю, Боже! Я благословляю себя, я благословляю народы. Я благословляю эту молитву в ночи, Боже! Прославление и поклонение. Когда будем еще петь, танцевать, мы танцуем на развалинах, и развалины восстанавливаются. Мы танцуем на опустошенных землях, и они становятся плодородными. Мы танцуем в тех лесах, где истреблялись дерева и истреблялись животные, и они заполняются жизнью. Мы танцуем на тех водах, где истреблена была рыба, и рыба, она возвращается в наши воды. Господь, я благодарю Тебя, что всякое движение имеет продолжение, имеет результат, когда мы взываем Тебе и услышанное на небесах, когда небеса преклоняются и говорят, Ваш голос значим, Ваши молитвы слышны, и небо реагирует на них. О, камон, обид, фатер, блессер! На них могут по-разному реагировать люди, но небо реагирует на то, что само производит внутри нас. И я благодарю Тебя, что наши уста, наши сердца, наши души и наш дух соединен с небесами. Спасибо, родной! Спасибо, драгоценный! О, май гута лавира поливарда, глэри крапсет плайзер! Я благодарю Тебя! Ты сказал, и Ты не отрекся от Своих слов. И поэтому прямо сейчас мы утверждаем результаты Креста в Свою жизнь, результаты Твоих страданий в Свою жизнь. И мы говорим, что полагаем предел тьме и всякой болезни в телах. Нормализация всех систем в организме. Боже, мы принимаем восстановленное пищеварение, кровообращение, нервную систему и центральную периферическую. Будь восстановлен! Головной мозг, будь восстановлен! Во имя Иисуса Христа! О, май гад, аллакиноплайзер! Суставы, сосуды, кости, мышцы! Будьте восстановлены! Потому что ранами Иисуса Христа мы исцелены! Мы исцелены с теми головы, ты подошвы ног! Ранами Иисуса Христа! И это никто отменить уже не может! Никакая болезнь, никакая немощь, никакие дьявольские подставы! Они не могут это сделать в наших телах, когда мы принимаем всецело жертву Иисуса Христа! И она работает в нас! И я благодарю тебя за это! Зрение, будь восстановлен! Слух, будь восстановлен! О, Джисус! Кровоснабжение в каждой клеточке! Обновись! Приноси кислород! Приноси кислород неба! И восстанавливай тела! И я благодарю тебя! Мочеиспускательная система, так же будь здорово! Почки, будь исцелены! Будьте исцелены там, где их не хватает, где по одной почке вырастает другая! Встает на место вторая почка! Во имя Иисуса Христа! Мы просто повелеваем почкам жить и полноценно работать в телах народа! Спасибо тебе, Боже! Спасибо тебе! Бестрофарда Гройзер! Индокринная система, будь восстановлена! Щитовидная железа, отражай все стрелы! О, Май Гад! Олавина Клейзер! Кумен Хайт, Рафира Клэда Плайс! Волосы, ногти и кости! Вам жизнь! Расцветайте, как молодая зелень! Расцветайте, как молодая зелень! Ибо ты сказал, ваши кости расцветут, как зелень молодая! И мы принимаем сейчас это слово! Боже, спасибо тебе! Спасибо тебе! И мы говорим, слышите тела наши? Это к вам приказ восстановиться! Это вам слово от Господа в наших устах! На обновление юности! На преображение жизни внутри нас! На нормализацию давления, сахара, температуры и всех обменных веществ! Метаболизм будь восстановлен в каждом теле! О, мой гад! Аллакина Поливарда Брестессон! Майгут Равира Каливарда Глэри Карапира Пал Файдессон! И невозможное человеку, возможно Богу! Поэтому я приглашаю дар чудотворения! Ты нам нужен! Ты нам нужен! Прямо сейчас дар чудотворения! Пойди по волнам эфира! И всякая онкология засохни! 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 И убирайся вон! Убирайся вон! Убирайся вон! Эй! Аропарта Гродос Алифарда Грейсер! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус, что не могут не подчиниться этой болезни, которой ты победил на Голгофе! Спасибо, родной, что мы оттуда берем прямо сейчас здоровье и крепость, свежесть и обновленную юность! Благодарю тебя за это, Иисус! И прямо сейчас я высвобождаю Твое Слово, Господь, на трапезу, которая стоит перед нами! Спасибо тебе, драгоценный! Господи! Кто поверил слышанному от нас? Да поверят все, кто нас слышит! Поверят! Потому что вера – это дар, друзья! И когда люди думают, что я захотел – поверил, захотел – нет, ничего подобного! Тот, кто просто так решил верить, там очень много будет сомнений! Потому что это просто решение человека, за которым нет дара! Хорошо, что такое решение люди делают и принимают, и на это решение может прийти Божий дар! Но без Божьего дара – это постоянно колебания! Поэтому у кого есть колебания сейчас в голове, в сердце, а как Бог, а кто Он, а где Он и так далее, откажитесь от колебаний и скажите, я принимаю дар веры! Потому что дар веры – он ставит все на свои места! Господь, а мы принимаем этот дар веры в умноженном виде! Потому что то, чего невозможно, человеку возможно Богу! И ты сказал, есть ли что невозможное для меня? Нет! Для тебя нет ничего невозможного! Потому что кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Кто верит, тому мышца открывается, друзья! И мы говорим, мышца Господня, ты открыта над нами, ты открыта над нашими домами, ты открыта над нашими семьями, и над нашим имуществом, и над церковью тем паче! Мышца Господня открыта над Божьей церковью! Спасибо тебе, Иисус! Ну, конечно, мы хотим, чтобы она открылась над страной, а для этого пусть дар веры вернется, потому что эта страна была когда-то верующей, а потом была столько лет атеистической. А теперь мы говорим, это все отрезаем. Но надо еще, правда, отрезать и названия тех имен, которые есть на улицах, на площадях, на областях, на городах, вот это тоже обрезаем в эту ночь. Ибо Он зашел пред Ним как отпрос, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Как люди реагируют на то, как кто-то одет, как он выглядит, на чем ездит, где живет, похваляются друг с другом, перед друг другом. А здесь не было ни вида, ни величия. Царь царей, царь царей пришел на эту землю. Бог богов. Ни вида, ни величия. А почему? Да потому что надо было разглядеть, что внутри. Разглядеть сердце. И кто увидел это сердце, тому и мышца открылась. Он был призренно умален пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Я хочу сказать, что у нас больше нет наших немощей и болезней. Они уже не наши. Мы уже их отдали. И когда люди говорят, у меня болезнь, утверждают неправильные вещи. мы наши немощи и болезни отдали. Иисус, а ты забрал. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничужен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Спасибо, Иисус. Мы это принимаем, что ранами твоими мы исцеляемся прямо сейчас. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца обеден был он на заклане и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Какой интересный здесь момент, друзья. Пока он ходил по земле, ни вида, ни величия. А когда его убили, у богатого похоронен. Потому что только смерть откроет в результате, кем же мы были на этой земле. Сейчас мы внутри это уже знаем. Но чтобы узнали окружающие люди, то надо пройти путь до конца. Вот о чем речь. И вот там узнают, кем же мы являлись, ходя по этой земле. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное». Видите, какое потомство он видел нас с вами? Через все века нас видел долговечное. Спасибо, Иисус. «И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Иисус, посмотри на нас. Мы подвиг твоей души. Мы результат этого подвига. Поэтому порадуйся за то, что есть на земле люди, которые тебе служат, поклоняются от всего сердца и хотят это делать не только вчера и сегодня, а до последнего дыхания на этой земле. И ты нам поможешь. На подвиг души он смотрит с довольством. Он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души он будет смотреть с довольством через познание его. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими. Видите, еще раз финиш жизни покажет, где и кто мы. Дам часть между великими, Божьими великими. не те, которые в глазах людей великие. И сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатай. и так, друзья, за преступников уже есть ходатайство. Поэтому мы тоже можем молиться за тех людей, кто сейчас еще не знает, где выход. Давайте мы прострем руки наши сюда. вы можете сейчас поставить рядом всех, кто вам дорог. И мы сейчас будем принимать причастие с теми, кто хочет с нами это делать и за пределами зала, и внутри зала, и даже те, которые сейчас наши, близкие, родные, но находятся где-то в другом месте. Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас благословляем то, что в лице Иисуса Христа было Его телом ломимым за нас. Мы сейчас прочитали ту главу, которую многие евреи отвергают, потому что тогда им надо признать, что Ты и был Мессия. А мы ее подняли сейчас. Из пророка Исаия ты дал нам Господь соглашаться с каждым словом, прописанным там. И поэтому я сейчас приглашаю дар веры на эту землю. Дар веры возвратись! Возвратись в нации, населяющие эту землю. Возвратись в народы, потому что когда отвергли настоящую веру, то приняли суеверие и продолжают ходить в суетной вере, за которой нет жизни и в которой есть много завязанных узлов нечистого мира. Господь, а мы отвергаем суеверие, мы отвергаем все суетное, связанное с верой, потому что это вера и суетности, которая завязывает человека, а мы говорим, мы принимаем свободу во Христе. Свободу во Христе принимаем. Во имя Твоем мы молимся, во имя Иисуса Христа возвышаем свои голоса и я благодарю Тебя, что молитва, которую мы творим, она проходит любые кабинеты власти, она проходит второе небо и она попадает пред престол Твоей славы. Спасибо Тебе, драгоценный, потому что мы напрямую идем к Тебе, у нас есть доступ пойти туда, где нам должно оказаться. Драгоценный, я благодарю Тебя, я люблю Тебя и ценю все то, что Ты делаешь и поэтому почитаем кровь Нового Завета и тело Твое, ломимое за нас и через эту трапезу мы нейтрализуем все действия сатанистов и все действия связанного нечистого оккультного мира. Во имя Иисуса Христа сейчас этим причастием и причастием вчера, когда мы делали это по домам, мы просто не излагаем все твердыни дьявола, мы не излагаем все его оккультные практики и говорим, не состоится и не сбудется. Они ничтожные, они ничтожные и потому совет со смертью рушится и договор с преисподней не состоится и все теракты мы вас объявляем ничтожными и в эти дни праздника как Пасху, так и 9 мая мы не излагаем, не излагаем, не излагаем и не излагаем все опасности спасибо драгоценный и мы поднимаем знамя победы мы поднимаем Иегова Нисси над нашими головами благодарю тебя Иисус благодарю тебя драгоценный искупитель ты живой и ты среди нас и ты внутри нас поднимайся поднимайся как вулкан поднимайся как водопады поднимайся как гейзер поднимайся о май гад о лавина поливарда грейсер вставайте вставайте львы и орлы поднимайтесь ввысь о май гад о лавина и если лев начинает рычать то это начинает слышать в каждом городе эй о ретас ретас эй роботай райтавердос рутататайзер эй карапарда крутосарда серота рычи лев рычи лев рычи прогоняй прогоняй все что встало у тебя на пути поднимайся в каждом из нас благодарю тебя Иисус что через эту трапезу мы принимаем силу льва прослухшегося в каждом человеке не в отдельно взятых личностях в каждом потому что каждый из нас составляет эту частицу твоей львиной природы на земле а вместе мы целостная природа христа потому что ты глава а мы тело твое мы руки и ноги твои мы клеточки твои на земле в которых есть движение жизни я благодарю тебя за это господь входи даже бегай врывайся в наши города и наводи порядок ставь свою защиту и охрану мощную сильную защиту и охрану ставь над каждым городом Аманда Суликлайс господь те губернаторы которые склонили свои головы перед тобой дай им успех особенный дай им успех особенный и результат особенный кто гордость отодвинул самомнение убрало самодостаточность а пришел к тебе и склонился как творение перед творцом и сказал Господь помоги мне Господь выйди на защиту города которому я сегодня за него должен отвечать Боже да услышит каждый губернатор и склониться перед тобой потому что все потрясется все но устоит только то что строится на Боге и на твоем основании слова Господь и мы строим на этом основании как на крепкой башне Боже на твердой скале и твои знамена мы поднимаем выше и выше выше и выше твои знамена поднимаем спасибо иисус спасибо драгоценной я благодарю тебя что кровь нового завета это великая цена и высокая драгоценность твоих глазах и мы принимаем сейчас причастность в день когда вся наша страна вспоминает страстную пятницу а мы говорим иисус этот страсть твоей любви была простерна к человечеству через эти страдания ты говорил я вас так сильно полюбил я готов пройти через эту голгофу чтобы образ мышления праведника возвратился чтобы люди почитали того бога который является их источником жизни и творцом и который также является судьей и перед ним предстанет всякий живущий на планете земля в любые времена и сроки в любые исторические сезоны каждый предстанет господи позволь нам предстать через праведность христа и своей праведностью там похваляться потому что всякая праведность человека это запачканная одежда но мы принимаем праведность Иисуса эта праведность настолько беспорочна настолько велика и мы одеваемся в одежде праведности как весон чистый и светлый который есть праведность святых благодарю тебя Иисус поклоняемся перед тобой передаю тебе эту ночь дальше и благословляю все что ты нам позволил делать на этой земле во имя Иисуса Христа Аминь Я наверное сейчас приглашу людей которые были на трудовом выезде давайте мы за вас помолимся вас не так много здесь но все таки есть которых я хочу благословить выходите выходите кто был выходите да что стесняетесь Аминь Аминь Ну все равно не не почти все но много слава богу продолжается да знаете хочу сейчас слово одно прочитать с учетом как раз молитвы сегодня просто прислали одно слово я его хочу сейчас высвободить это 9 матфея видя толпы народа он жалился над ними что они были изнурены и рассеяны как овцы не имеющие пастыря тогда говорит ученикам своим жатвы много а делать или мало и так молите господина жатвы чтобы выслал делать или на жатву свою я хочу сказать делать или стоят перед вами делатели слава богу сережа тут возглавляет войско и в прямом и переносном смысле он там так столько трудился молодец и главное что божьи сады разводят везде теперь не только в центре города разводилась перед там разводит чтобы всем было приятно и красиво приезжать и дышать ароматами поэтому я хочу во первых поблагодарить и вас и бога за вас да что есть делатели на его ниве из те которые откликаются из те которые помогают из те которые двигаются по желанию сердца потому что вот это главное да чтобы не просто какой-то долг а вот именно желание сердце двинулась и вас она открылась что слава богу даже вот другого города из другой страны и приехали друзья это такой вызов до вызов местных поэтому если кто-то что-то хочет сказать ваше состояние настроения конечно мы там собирались немного потому что я только в один вечер было и утро но могли иметь вечером тоже общение и без меня но зато потрудились дружно как хорошо и как приятно жить даже не просто быть а жить братья вместе поэтому если и все но видите братья присоединились значит все страми тоже хорошо слава богу конечно и сестрам друзья конечно мы все братья и сестры есть желание кому-то что-то сказать давай сереже слава господу вот за то что меня всегда покоряла вот божья любовь вот когда на выезде были так интересно где кто-то вот давайте я тарелку поднесу два я тебе вот воды принесу давай на тракторе место тебя подъеду вот это так и сестры на тракторе ездили там и не знаю там такие чудеса божьи были чудеса божьей любви благодарность богу сергей александрович ульги дмитриевны вот а погода какая была и до авто то есть вообще я не знаю как здесь но там была погода это подарок божий да было очень приятно жить сестрами братьями вместе вот так работать хотела поблагодарить бога за то что бог соединил такую команду было немного но все были в единстве в дружбе и в любви и это ощущалось взаимовыручка если где-то что-то ну 27 человек все таки вот но и немало и немного слава богу за то что было вот и благодарю бога что была возможность такая да и господь дал действительно чудную погоду солнечные дни все три дня были до дождь если прошел то тогда когда мы еще спали да то все было вовремя настолько у бога спланировано обетование обычно дождь идет тогда когда божье благословение пролились и солнышко вышло и мы была возможность делать то что было запланировано слава богу за дружную команду и и на кухне и физическом на труде который был осуществлен слава богу за всех кто был очень дружно было сплоченно вот в радости то есть она она нас накрыла и мы были очень довольны слава богу за все вроде марта было что-то я не вижу здесь я была первый раз на выезде мне или я очень долго думала ехать не ехать но все-таки решилась и не ошиблась было очень здорово весело что познакомилась с новыми сестрами пратьями было очень здорово что а и самое главное такие классные повара очень здорово к вкусной кормили вот ночью было очень хорошо и весело мы хорошо провели время спасибо большое всем а богу я когда поехал у меня был период исцеления вот и значит когда мы там ольга дмитриевна нам дала задание чтобы мы представили и поговорили с иисусом когда когда буря когда мы была буря и мы зашли к нему в лодку вот я стала говорить с иисусом он ответил мне на два очень важных вопроса которые были очень мне радостны эти вопросы и я умудрилась в лодке полежать у него на плече когда я его спаси почему-то легла к нему на плечо и мы с ним вот так вот общались но потом когда наступила ночь он просто уже мы с ним лежали в кровати и общались я ему задавала вопросы и он мне говорил и на очень много вопросов ответил слава богу и потом господь все так устрою уже когда мы возвращались обратно водитель прямо ехал мою сторону и к моему дому любую и самое главное что когда мы стояли там на остановке у нас была остановка такая я говорю ну все говорю сейчас водитель говорю повезет меня в рыбацкая и на самом деле я так а мне дух святу прям внутри так сказала подхожу я говорю а вы куда едете после парка победа он готовый бацкая я говорю я точно по плану божьему туда приехала иисус не только в лодке в кровать и учил все время все время учился время говорил на это я сейчас долго очень рассказывать о чем он говорил но очень слышала да но он и дома говорит ну я думаю что он везде короче говорит где вы не спала в какой квартире учит аллилуйя я была первый раз в таком восторге не хотел освежать совсем не засвидетельствовала когда ольга дмитриевна пели на а и на о то есть ушли стены того здания где мы были и господь нас поднял всех на небеса я раньше не поднималась толпой поднималась одна но чтобы толпой сначала ангелы окружили это здание и они пели не мы я такая думаю я не буду глаза открывать потом так открыла все там же с ангелами мы находимся и он поднял вас на небеса когда я получить поняла что это очень благословенное место и я вам сразу всем говорю честно откровенно и искренне езжайте туда господь вас накроет даст вам столько сил и столько любви столько эмоций вы никогда не захотите расстаться с ним с ним именно с ним он любит вас и он ждет вас там где он но он везде с нами но где-то он наверное есть больше и сильнее и атмосфера была это вообще это все особенно когда мы купались когда нас парили ну и откормили на три года вперед я в штаны или влезла вроде как бы так по чуть-чуть мы не работали мы отдыхали мы загорали мы вам покажем фотографии спевали все мы все сделали ваша господь с нами везде был спасибо большое за такое вас за такую возможность что вы открываете двери а господь туда нас приглашает наверное все вместе слава богу на самом деле я первый раз поехала броск и это получилось спонтанно мне предложили поехать когда узнали что у меня есть свободное время и я сначала думала ну зачем не туда ехать сначала сомнения были а потом когда я услышала что это был такой трудовой выезд я такая трудиться во славу божьей все я поехал вообще все трудиться для бога все я туда еду однозначно вообще не важно как я туда попаду я туда поеду я туда поехала на машине сразу за меня все решил господь все он меня посадил машину к виктории огромное спасибо с прекрасными людьми мы доехали у нас было время до того как приедет маршрутка с остальными уже людьми и было время погулять и смотреться во первых это природа это замечательно это место где можно наедине с богом побыть и можно побыть с людьми единомышленниками с людьми которые тоже в боге которые знают много о боге с которыми можно пообщаться у них там о чем-то спросить посоветоваться и естественно пообщаться с ольгой дмитриевны тоже была возможность и я очень рада что я туда поехала потому что как правильно сказала анна мы там не работали мы там отдыхали помогали богу облагораживать вот это прекрасное место в броске и я очень много для себя осознала открыла и на самом деле я ехала броск с одним вопросом и очень просила бога чтобы он не ответил до поездки в броск произошла такая ситуация что я с одним человеком общалась и он заговорил про деньги и на самом деле для меня из самого детства деньги это какая-то личная тема потому что об этом не можно сказать не распространяются потому что так не принято потом когда я попала в церковь первый раз для меня когда я услышала про финансы я подумал зачем об этом говорят это же ты с мы с богом сам решаешь про свои финансы ну все я успокоилась я поняла что не нет ничего в этом плохого потому что объясняют людям как нужно работать с богом как нужно работать с финансами я поняла что это не для меня это для людей которые не знают как вообще с богом работать насчет финансов и когда добровска я услышала человека что вместо того чтобы представлять бога что господь можно сказать благословил меня финансами этот человек постоянно говорил о деньгах что вот у меня есть деньги у меня есть бизнес деньги 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 и меня это очень задело я подумала а где господь твоих словах ну где он почему только одни деньги я поступила неправильно я хотела задать вопрос зачем ты так много говоришь о деньгах а вместо этого я на него наехала я его судила почему ты говоришь постоянно деньгах а ну естественно если будет возможность я попрошу прощения у этого человека и я ехала в бровка я ну мне люди которые слышали разговор с этим человеком они мне сказали марта мы ничего не видим в этой ситуации ничего не услышали ничего не увидели и они мне сказали возможно в тебе дух нищеты возможно в тебе какой-то что-то неправильное я начала думать а может действительно ну почему меня вдруг это задело а но я посоветовалась у некоторых людей и вспомнила мамины слова и слова ольги дмитриевны о том что когда ну просто когда мы читаем библию и какой-то момент нас трогает то это дело никто ну то есть не значит что это наша проблема возможно господь нам показывает что нам нужно остановиться на этом моменте и его как-то правну продумать помолиться о нем вот и когда я поехала в броск ольга дмитриевна ну то есть господь через ольгу дмитриевну ответил на мой запрос и на мой вопрос и я поняла что вот этот вот мой позыв когда меня передергнуло что человек вместо прославления бога можно сказать прославлял деньги я поняла что тут была такая некая защита в боге что я ну я почувствовала какую-то ревность к нему я поняла что слава богу со мной все хорошо я почувствовала ревность к богу почему вместо того чтобы говорить о боге ты говорил совершенно о другом огромное спасибо на своем на боге ну видимо да спасибо спасибо вам спасибо я хочу поблагодарить всех конечно большое спасибо за отзывчивость за то что сделали даже больше того о чем мы и думали и мечтали помышляли вот меня в начале были переживания что как бы там уже две недели прошло после объявлений никто так не на один человек вроде как согласился это под вопросом потом еще неделя прошла так думаю хороший список у меня получается но тем не менее 27 человек набрала спасибо большое всем на давайте друзья помолимся всем или хотелось успеть все давайте друзья благословим делатели до чтобы и становилось больше потому что нам дал иисус повеление молите господина жатвы чтобы он высылал делатели а эти делатели они не был не на луне находятся между прочим все на земле тогда их найти чтобы господь их выслал господь я благодарю тебя что мы можем сейчас молиться и благословляя те кто уже в своем сердце нашел этот отклик и пошел за твоим голосом и за то что они могли вложить свое сердце свое господь время я благодарю тебя свои праздники праздничные дни я благословляю сейчас каждого из стоящих здесь и те которые в домах или кто уже уехал я благословляю господи и на грядущие дни чтобы мы могли быть отзывчивыми на голос твой потому что сегодня эти возможности есть ты нам их предлагаешь но когда и уже не будет то уже поздно будет о чем-то мечтать или говорить а сейчас мы имеем такие возможности от тебя слава тебе за это господи слава тебе родной и я благодарю тебя что та земля который ты нам дал пусть она цветет пусть она плодоносит пусть господь там всегда будут урожай по твоей защитой чтобы никакие насекомые никакой яд никакая химия не могла уничтожить тем более какие-то взрывы пусть туда ничто не проникает пусть там будет защита твоя о май ханта дэстас лафарда грайдер мы благословляем во имя иисуса христа чтобы твоя безопасность она сопровождала на всех путях в делах рук благопоспешенство и господи и я благодарна тебе за все что ты начал и ты сделаешь до конца поэтому присутствие твое пусть будет господь на делах сделанных на руках которые поедут свои дома и будут дальше трудиться служить поклоняться тебе на всяком месте господи на всяком месте ты обозревая лицо земли видишь чье сердце тебе вполне предано и мы хотим быть ревнителями по слову твоему ревнителями по тебе как сейчас говорила марта чтобы наше сердце ревновала о боге ревновала о боге всегда потому что ты достоин всей славы имеем мы что-то или может быть ничего сейчас не имеет человек но все равно ты достоин славы от ты готовишь сердце ты готовишь душу ты готовишь хранилище чтобы их заполнять чтобы не приходили пожирающие а чтобы было все под защитой чтобы все житницы были наполнены и защищены тобою я благословляю сейчас каждого человека кто руки свои сердце и время посвятил и пусть дома и будут благословенные пусть места работы будут благословенные и пусть господь сердце их радуется от того что они могли послужить на твоем месте присутствия я благодарю тебя за каждого кто там был окружен заботой любовью вниманием питанием и защитой твоей хвала тебе за это господи слава тебе пусть всегда место твое твоего присутствия будет вожделенно для твоего народа потому что нам приятно и ценно погружаться в тебя и общаться друг с другом слава тебе за все господь и хвала тебе во имя иисуса христа аминь спасибо большое спасибо ну что друзья время стремительно летит я тогда коротко сейчас хотя бы один момент хочу осветить танечка тебя насколько там по времени да хорошо сейчас это до тебя передам вы знаете такая вот интересная тема неожиданно для меня ну как неожиданно ожиданно потому что мы живем в сезоне таком до непростом а неожиданно потому что здесь прям конкретика такая конкретика вражеского плана так я назову да потому что нам небезызвестны умыслы сатаны для меня это очень ценное слово от бога что мы можем их вскрывать и можем их нейтрализовать поэтому сначала прочитать притчи 26 главы сильный делает все произвольно что это за слово у сильного человека у него практически нет ограничений особенно если он понимает что с ним бог а вот если человек чувствует свою слабость и хочет что-то сделать важное и значимое но понимает что он наткнется на какую-то систему или может быть более сильных людей или там боится дьявольских каких-то противостояний как он будет действовать вот есть понимание что надо делать а с колебанием пойдет или не пойдет чем больше колебания тем больше удары будут между прочим чем больше уверенности тем быстрее пройдешь а может и сразу отступить посмотрите какая разница да сильный делает все произвольно то есть он захотел он пошел делает и он доводит до конца а вот те которые чувствуют бог говорит да что то надо делать но разве менях есть сила и как я противостою вот этому или этому человеку или ситуации событиям и так далее как только пошли подобного рода толкования внутри так все это человек начинает уже съезжать на обочину а потом и ниже в болото и соответственно жизнь то она тогда не не превращается в плот а превращается в сожалению потому что год это проходит и человек так и не сделает то ради чего он здесь живет и вот слово которое хочу во первых чтобы она укрепить силу свою до сильный чтобы укреплял силу свою и советующихся мудрость и человек разумный укрепляет свою силу поэтому пусть господь поможет нам как его представителям на этой земле вы знаете если бы мы могли прочувствовать сердце отца когда он что-то нам поручает а мы начинаем колебаться ведь ей же сильные все кто твой бог тогда кто твой бог если ты сравниваешь сильно где этого мира и говоришь что они могут тебе противостать если тебе бог что-то поручил делать он же знает как разбираться у него есть такие пути такие инструменты и поэтому вот это слово которое сейчас прочту хотя бы одно да мне их много выписано но я сейчас прочту из иремии 11 глава и что говорит пророк господь открыл мне и я знаю ты показал мне деяния их сейчас я говорю о планах врага по отношению лично нас либо города либо страны либо церкви потому что разные да зоны в которых у нас есть степень ответственности а я как кроткий агнец ведомый на заклание и не знал что они составляют замысла против меня говоря положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых чтобы и имя его более не упоминалось знаете когда я прочла сегодня вот этот текст когда его записывала я поняла что господь скрывает какой-то план дьявола на отравление людей однажды когда мы начинали молиться за город то господь показал этот план кстати слава богу сейчас мне напомнил он показал мне тогда что надо осветить воды не вы со стока благословить воды я не знала тогда еще тех исследований которые были в этом городе сделаны когда мне один из депутатов при встрече уже спустя пару лет или более он мне сказал что у нас есть разведданные что хотят отравить воду чтобы как можно больше людей могло погибнуть в этом городе и тогда погибших будет больше чем блокаду я когда от него услышала эту фразу я сказал скажите а что вы сделали как представители власти чтобы это обезвредить он сказал мы написали письмо губернатору а нам сказали что у нас нет денег в бюджете чтобы построить такие сооружения я бы славу богу что господь о нас позаботился лучше чем вы потому что он сказал нам осветить воду и мы это уже давно сделали имя обезвредили с этого начиналась молитва да в за город по крайней мере то что я помню как акт пророческий был первой вот такого плана но то что здесь написано что господь сказал мне посмотрите мы сейчас тоже можем понимать у дьявола то есть планы а он бог нам не просто так говорит но господь саваоф судья праведный испытующий сердца и утробы дай увидеть мне обещание твое над ними ибо тебе верил я дело мое мое сильное слово друзья господь вскрывает час планы дьявола на отравление я хочу их нейтрализовать вместе с вами потому что мы сильные в боге не для того чтобы мы сейчас испугались или еще что ты вот это друзья убираем в сторону потому что это три это отсутствие силы страх это отсутствие это поражение поражению сразу на уровне души и личности но когда мы знаем чтоб тогда когда была ядовитая вода или или испорченная вода и пришел туда елисей ему сказали вот город хорош и место хорошо вода у нас не она нездоровая там получается и смерти бесплодие приходит и что сделал елисей он сделал пророческий акт я верю что то что мы делали и это я сказала давно это было 20 лет назад более того когда мы делали этот акт а сейчас уже сколько тайничка соля лить его доходите сейчас продолжают это делать и слава богу за тех которые это делают и я верю и вот сколько лариса борисовна с александр ивановичем объездили рекой и вообще в округе тут все осоляли потому что мы хотим чтобы воды были здоровы и это мы провозглашаем поэтому все что связано с какими-то планами дьявола они не могут там проникнуть куда уже пришла и прежде этого события пришла рука божья и когда мы в очередной раз не просто осоляли еще посыпали зерна горчичные в озеро ладожское и когда мы подошли потом к неве когда на это около шли сельбургской крепости и подошли к неве я просто стала а это было ранее это было первое мае это вот как раз вот такой же сезон да а у нас тогда еще шел лед по по неве и вышли бы к этой реке и пока готовились шашлыки как трапеза победителя я стояла тут молилась около этой воды и говорила пела песню господь ты пастырь мой а потом стала говорить рыбы будет весьма много рыбы будет весьма много говорила говорила а потом так раз посмотрела на воду а вокруг меня мальков как головастиков знаете вот бывает кишат откуда они все взялись просто до этого было просто лед идет и идет и чистая вода а тут это просто кишила все около моих ног до мальки но они еще вырастут и поэтому я просто хочу сказать что рыба уже должна вырасти к этому времени уже 20 лет у нас как-то там броски вытащили щуку и по возрасту сказали что и 23 года не знаю как они это определили но это прям такая щутища была я даже не знал что рыбы так живу долго давайте мы сейчас помолимся хотя бы вот об этом до чтобы мы были сильные и нейтрализовать яд и химию любой яд чтобы он был нейтрализован и чтобы люди не оказались под этим планом дьявола небесный отец я очень благодарна тебе что мы имеем такой голос который слышно на высоте небес мы имеем такое право взывать к тебе чтобы сильный укреплялся в силе мудрый и разумный еще укрепляет свою силу и мы укрепляем ее в тебе мы укрепляем на основании твоего слова и прямо сейчас боже когда есть намерение а раз ты вскрываешь его то ты значит и нейтрализуешь это и то намерение которое есть на уничтожение народа или рыбы или людей поражение через воду или через воздух или через какие-то другие химикаты во имя иисуса христа мы защищаем этот город и мы защищаем эту территорию но мы также молимся и за страну чтобы поля были сохранены чтобы они не были сожжены чтобы они не были заражены чтобы они не были без каким-то образом повреждены поэтому во имя иисуса христа сейчас защищаем его поля и скот мы защищаем все фермерства во имя иисуса христа и говорим яд мы тебя не тренизуем на основании слова которое сказал господь если что смертоносное выпить и вам не повредит поэтому по имя иисуса мои скот защищаем мои животных защищаем мои растительный мир защищаем я благодарю тебя равиров райда лотос андерегис край и мы люди сильные чтобы укреплялась наша сила в тебе мы идем дальше и мы и поражаем врага в голову и он убегает когда мы надвигаемся потому что ты сказал покориться под руку твою встать под твою крепкую руку боже я благодарю тебя и мы противостоим дьяволу когда покорились тебе а он убегает от нас во имя иисуса христа о команду либо заплайз бэрисон арбира параварда грейдос антулик лазь и мы одеваемся во все оружие твое надеваемся безопасность свою мы одеваемся во все что ты нам доверил и пас и послал принимаем все это из руки твоей господь я благодарю тебя за твоих воинов за твоих ангелов я благодарю за посланников твоих я благодарю тебя за то что ты наводняешь сейчас эту землю ангельской армией слава тебе что ты Я сейчас напомнил, как ты давал задание, мы могли его выполнять. Это первое задание – осолить воду. И мы это сделали, я помню этот момент, как мы это делали. Я помню эту чашу, из которой мы высыпали соль. И говорили, сия вода, она будет здорова. И не будет от нее бесплодия, не будет от нее смерти. И эти слова я вызываю к жизни, потому что у тебя ничего не пропало. И вода приняла эту информацию. О май гад, Алакина Баливарда Блессор. И она получала подкрепление за эти годы. Я благодарю тебя, Боже, и да будет вода в каждом доме здоровой и святой, очищенной и преображающей те тела, куда она попадает. Поэтому во имя Иисуса Христа и атмосфера, воздух, будь свободен от любых вирусов, от любых микробов. Мы очищаем тебя, мы очищаем молитвенным голосом, мы очищаем волны эфира, вас очищаем во имя Иисуса Христа. А через вас атмосферу очищаем. Потому что мы чисты и омыты в крови Христа, и ноги наши омыты тобою. Слава тебе, Господи. И мы принимаем твое благословение на эту ночь дальше, на эту предстоящую часть предпасхальной недели, как субботу, так и воскресенье. О, Боже, благодарю тебя, что ты дашь нам в радости, в радости жить в мае месяце. Май месяц, будь благословен. Май месяц, будь благословен как на старте, так и на финише. Если воскресенье Христа в мае пришло в этом году, то мы говорим, Май, ты под особым знаменем воскрешения. Ты под особым знаком воскрешения Иисуса Христа. Поэтому воскрешается армия Христа, воскрешается вера в народах, воскрешается упование, воскрешаются мертвые, воскрешаются живые, но мертвые внутри. Все воскрешается в месяце мая. Все воскрешается в месяце мая. Май, поднимайся в Божьей победе. Май, поднимайся в Божьей победе. Май, поднимайся в Божьей победе. Поднимайся, Май. Поднимайся, Май. Поднимайся, Май. О, Джисус, Глори, Крафта, дай за Рестаса. благодарю тебя иисус я благословляю боже благословляю чтобы воскресный день прошел в радости и победе во имя иисуса христа аминь 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 присаживать смотрим друзья у нас сейчас наступило время до когда мы молились уже как вихрь за города за страны кто где присоединялся но сейчас есть необходимость еще собрать дополнительные отряды для работы с субъектами кто уже слышал да это объявление и работы с субъектами сейчас уже там довольно много новых людей подключилась к новому ресурсу да по крайней мере прошлую пятницу там было около 400 человек сейчас я думаю за эту неделю еще добавилось их надо всех обучать потому что это же не просто знаете собрать и кинуть на абразуру нет мы так не хотим работать нам надо подготовить людей подготовить их на самом деле серьезно для того чтобы они могли за субъекты молиться уже так скажем централизованно а вот представители вихри они взяли эти субъекты все собрали в одном месте да и вот она сейчас расскажет доброй ночи дорогие доброй ночи драгоценным хочу до потенится и высвободить славу и хвалу господу нашему сегодня была такая сильная такое сильное прославление что вот хочется просто укрепить хочется еще добавить это это эту силу божье божью силу добавить и хочу просто сейчас вам рассказать немножко о том как господь сделал такое свою свой вот именно запланированный план для нас что мы нечаянно оказались в москве я и жанна вдвоем мы оказались в москве и вместе втроем со свет и я хочу просто сейчас светлана тоже сюда пригласить потому что это мост как москва санкт-петербург мы это проделали вместе с москвой санкт-петербург сделали такой пророческий акт оказались на в днх оказались на форуме выставки россии там где было представлено 93 субъектов нашей россии наши необъятные рай территории которые мы просто прошли ногами именно ногами вот этот пророческий акт прошли вместе втроем по этой территории вместе с молитвами с молитвы с таким с такой увидели нашему взору такую красоту красоту нашей нашей природы слава богу господу за то что он именно собралась в одном месте все субъекты собрал все районы все области области все края республики и мы все это прошли посмотрели пар параллельно я еще снимала видео ролик правда мы прошли наверное где-то три-четыре часа если все это снять то это очень будет большой фильм поэтому я сделала в начале на 11 минут но это тоже сказали много и мне пришлось сегодня урезать очень очень конечно охота была на 10 11 минут ночь на до 4 минут урезала поэтому сейчас этот видеоролик посмотрим но хочу сказать что если вы не увидите своего края своего в своей области то поверьте мы прошли все мы прошли все субъекты мы везде молились мы везде провозглашали мы везде провозглашали царство божие поэтому смотрите с удовольствием и мы будем вспоминать тоже как мы там были кого будет возможность до 7 июля продлили можете съездить и посмотреть замечательное просто замечательно когда действительно можно на любую территорию прийти встать ногами далеко не увещая еще нас и она из нас очень приятно удивило не то что удивило ну да и удивило и приятно нас встречали девушки юноши в своих национальных костюмах именно того народа того это того субъекта которые они представляли они очень нежно очень с теплотой с любовью говорили о своем крае говорили о городах своих о том какие развития какие какие тех на технологии они дошли до вот таких максимальных достижений которые представлю было представлено именно на этом форуме именно на этом вы на этой выставке очень интересные очень как красота поэтому действительно если будет такая возможность то можно и быть пока еще есть это это выставка а вот а сейчас данечка пожалуйста спасибо господу за ветра и реки спасибо господь за голос далекий в англии за то что россии и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тёмной ночью никак не могу я уснуть Звёзды в безоблачном небе так ярко сияют Здесь я когда-то родился и здесь я живу И я уверен, что лучше страны не бывает Там, где поёт душа, там, где легко дышать И дарит свет в местах родные Сердце я не предам, знаю я всё отдам Чтобы жила моя Россия Чтобы жила моя Россия Всем в этой жизни бывает подчас нелегко Только ведь сердце своё никогда не обманет Счастье порой нам кажется так далеко Но этот адрес счастливый я не забываю Там, где поёт душа, там, где легко дышать И дарит свет в местах родные Сердце я не предам Знаю я всё отдам Чтобы жила моя Россия Чтобы жила моя Россия Слава Богу! Давайте мы за Россию сейчас и помолимся Господь, я благодарю Тебя, что мы можем молиться сейчас За те места, где они ступали Боже, я благодарю Тебя, что Россию мы хотим, чтобы она жила И полноценно жила Я благодарю Тебя, Господи, что у Тебя есть свой образ для этой страны Чтобы она приносила, Господь, тот плод, который Ты для неё предназначил Я благодарю Тебя, что мы благословляем эти воды По всей земле нашей, это Твои артерии Артерии, будьте здоровы, будьте исцелены Будьте защищены Богом, потому что сам человек не может защитить даже себя Но, Боже, с Тобой мы можем защитить всё, что Ты нам поручаешь Поэтому благодарю Тебя, что мы можем благословлять сегодня и малых и великих Поэтому во имя Твоё, my glory come on a flare-plastus pricer Я благодарю Тебя, супрайдар, это сулатас анакиновит файдас супер каратасан Боже, мы молились и молимся о том, чтобы здравие Твоё в разуме и в сердце, в жизни и в плодах умножалось в этой земле Поэтому благословляем все регионы, которые они обошли, куда они заглянули, на что остановился взор, на чём, Господь, мы это всё подчиняем На преображение Твоей могущественной руки И я благодарю Тебя за это, Господи Благодарю Тебя, Иисус Мы Тебе поклоняемся, Тебя любим, Тебя ценим И благодарим, что в этой земле Ты нас поселил А всякие злые речи, я просто их нейтрализую Говорю, вы ничтожны Вы ничтожны все злые речи и злые слова Потому что Бог предназначил нам силу И Он это не отменил и не отменит А с Его силой мы идём, чтобы насаждать Божье Царство на земле Божье Царство, и оно приходит в силе Слава Тебе за это, Господь И пусть, Боже, поднимаются эти новые орлята и орлы учатся летать Тех людей, кого сейчас уже имеем в списках, молящихся за свои субъекты То Ты благословишь нас, Боже, это организовать и в обучении, в образовании Чтобы каждый из этих людей был не просто собран, а был преображён Преображён, преображён Тобой Да будет так, любимый, во имя Иисуса Христа Аминь, аминь Доброе утро Хочется сказать, Христос воскрес Воистину воскрес Слава Христу Победителю Та хвала, которая у нас была сегодня Знаете, пусть она бы всегда такая была Потому что, когда мы так соединяемся в хвале Ну, это Бог очень сильно опирается на эту хвалу Бог реально использует эту хвалу мощно, чтобы делать свою работу на земле Вот, это именно такая хвала народа Божьего Такая гармоничная, усиленная Она активизирует настолько мощно Бога И Бог реально творит Он, ну, как действует через соль Как через свет Ему надо на кого-то опираться Чтобы не ослабели в хвале В поклонении В благодарении В молитве Чтобы не опустились руки у народа Божьего В это ответственное время Такое И здесь вот так получается, что сейчас Два таких праздника соединилось И Божья Победа И физическая Победа Которая 9 мая Я хотела бы провести некую такую параллель Помолиться Потому что, если на Если вот Вы понимаете, да Вот, пришла Пасха В Иерусалим сошел Пришел весь народ Чтобы Поклониться там В общем-то, что сотворилось в эти дни В эти пасхальные дни Если внимательно прочитать Вот эти строки Которые описывают это событие У каждого были свои планы На самом деле У фарисеев свои У кого-то там еще свои У Иуды свои У Марии свои Она помазала к погребению Да? То есть, у каждого Вот были какие-то Внутри У каждого было свое состояние И в эти дни Оно все вот Вскрылось Вот пришло такое Вскрытие То есть, понимаете, да Зрело, зрело, зрело Росло, росло, росло И выросло И выросло и принесло Свой плод Вот всегда У хорошего или у плохого Наступает Такой момент Где ты Будет скрыта То есть, тайно Это держать невозможно Все это вскроется Все будет видно Все мотивы вскрываются Вот Потому что Ну И даже те моменты Которые случились С Иудой И с Петром Оба предали Да? И Иуда И Петр Но почему-то Петр был оправдан И помилован И реабилитирован А Иуда нет Я когда стала думать Думаю, ну надо же как Удивительно Попали в одну почти Ну такое Одно и ту же Сделали дело Предали Иисуса Тот отказался Тот сделал свою работу здесь Но Смотрите Если Иуда Осознанно грешил Он же был вор И он осознанно шел И осознанно грешил То Петр Неосознанно Осознанно Но неосознанно Он не хотел этого Он этого реально не хотел Он Господь его хоть и предупредил Что будет так Но он реально не ожидал Такого предательства от себя Вот И он был помилован Он реально был Он это Не хотел чтоб так И он очень огорчился Этот тоже огорчился Мы не знаем как Иуда огорчился Вот Он тоже огорчился Что план у него Не получился Да Который там Но Ему почему-то Ну Написано Что за осознанный грех Нету Жертвы Нету жертвы То есть он был не покрыт Этой кровью Когда человек осознанно Идет в грехи И И знает что он делает И делает это специально И будет дальше это делать Он войдет в него Он войдет в плод этого греха А сделанный грех рождает смерть Да Вот он войдет в этот результат И все вошли в свой результат Вот заметьте Вот в пасхальные эти дни Все получили то что хотели Фарисеи хотели распять Распили Вы понимаете Фарисеи хотели распять А не распили У них это была мечта Они очень хотели это сделать Да Как ни странно Но это у них получилось И такая Вот Знаете Если смотреть вот этими глазами Физическими То Ну В каком В каком состоянии В каком состоянии Это мы сейчас празднуем победу Это мы знаем что произошло А представьте вот себя на месте Учеников Они хоть и были предупреждены Но опять же Это еще Для них ни о чем не говорило Они были растеряны Потеряны И спрятались И подальше В общем то их раскидало Разбросало Очень ситуация Непростая Вот это мы как бы Такие герои сейчас Да Вот мы знаем Христос воскрес Аллилуйя Но в них этого еще не было Вот Им надо было вот это Пройти как-то Пережить это И Когда ты смотришь на все это Глазами Плотскими Ну нашими обычными Глазами То Ну самая картина Неприятная В этот момент Была Самая неприятная Все были разочарованы Те кто надеялись на Христа Они думали одно Даже я думаю тот Иуда Который Хотел Его Воцарить Ну такая одна версия существует Что он хотел Чтобы он стал царем Все хотели Чтобы избавление Пришло от римского иго От римского иго Не пришло избавление Вот понимаете Вот она надежда Израилева Вот И такие вот разные Метаморфозы Странные Ну какой же ты Избавитель А был другой Другой путь Его не сразу понятно Он был такой болезненный Он был такой Завулированный Вот Как будто поражение Говорит Мы видели И мы смотрели И это было поражение А мы думали Да А мы думали А оказывается Выглядело все пораженческо Выглядело все очень разрушительно А оказывается В этом была кульминация Победоносная Для всей вселенной Для всей вселенной И вы знаете Когда вот сейчас Мы подходим К дню победы Девятого числа Вот Что происходило тогда В Великой Отечественной войне Опять же Много погибло Много пострадало Но Когда открыл Господь Вот мне открыл глаза Я думаю Все понимают Что в духовном мире Происходило тогда В сорок первом В сорок пятом году А столкнулись Две Два врага Жутких Два врага Которые выступили Против церкви Против Духа Святого Против Бога Это коммунизм Это фашизм Это две идеологии Которые Захватили Умы и сердца людей И вытесняли Бога И Правили Тогда И вот эти две идеологии В виде Германии В виде России И столкнулись На территории этой И столкнулись И поразили друг друга Очень хорошо поразили Это было поражение Этих двух идеологий Это дьявольские духи Которые На то время Очень сильно Ну Действовали Действовали В умах и сердцах И в России И в Германии Что сейчас происходит Что сейчас происходит Если сейчас Смотреть Глазами Вот такими вот Можно конечно Там Но вот сейчас тоже что-то происходит Сейчас реально что-то в духовном мире происходит А что происходит Бог взращивает нас Сыновство Настоящее сыновство Вы знаете Если мы будем только себя Вот смотрите Как бы Это не Божий путь Бог не мыслит так Ты за кого? Ты за них или за них? Бог и за и против У него и то и то У него нету только за Или только против У него такого нету Ты не можешь Бога притянуть на свою сторону Сказать Вот Бог с нами Спасай нас И все Он будет и там И там И там И там Будет изобличать Что-то неправильное И он говорит Хорошо у тебя вот это Вот это А вот это плохо Вот это хорошо Хорошо Вот в этом народе А вот здесь это плохо И это надо исправлять Поэтому я бы хотела конечно вот Сейчас Май месяц наступил Вот эти И в Пасха И День Победы Пусть откроет Бог наши глаза По-настоящему Пусть каждый видит Что Бог делает Чтобы наши молитвы были в соответствии с Его волей Потому что только на эти молитвы Бог отвечает Только на молитвы по воле Только если бы молитвы Господь на все наши молитвы отвечал Ну на все-все-все Это было бы страшное дело Вот Это был бы такой хаос что просто жуть Вот Вот Потому что спаси нас Спаси нас Спаси нас Дай нам победу Дай нам победу А Бог хочу всем дать победу Понимаете Он хочет всем дать победу Он хочет всех помиловать Но Он также хочет ищет нашего исправления Он ищет нашего покаяния, Он ищет нашего сокрушения, Он ищет и нашего исцеления, и святости нашей. И то, что мы сегодня так поклонялись, я просто переживала Божью победу, правда, май месяц, пусть он будет победоносный, пусть он будет переломный. Вы знаете, я не знаю, как ему это сделать, когда так обеспечивают войну, но у Бога есть рычаги, которые ломают скиптеры нечестивые, трости нечестивые. Он знает, как трость нечестивого сломать, скиптеры нечестивых ломать, чтобы праведные не простерли рук своих, беззаконие написано. Я сломаю. И в конце мая у нас будет конференция, это тоже всероссийская конференция, она называется «Первая любовь», но она посвящена сейчас Украине, России, посвящена Израилю, она посвящена народу Божьему, сыновству, что нам нужно подняться в этой первой любви, друзья. Что такое первая любовь? Это всё, это всё. Там просто, ну, всё сходится. И просто верю, просто хочется верить. У меня нету вот этого откровения, чтобы я так, знаете, сейчас сказала, будет так. Но очень хочется, чтобы было так. Например, чтобы за май месяц вот этих молитв и в конце конференции, чтобы были те молитвы, которые действительно поломали вот эти жезлы нечестивых. Жезлы нечестивых. Чтобы пришёл какой-то перелом на уровне Украины, России, чтобы пришёл перелом, перелом, настоящий божественный перелом. Там, где будет проложена дорога, большая божественная дорога, по которой пройдут искупленные народы, которая будет явлена Божьей славой. И каждый увидит Бога, творящего, чтобы действительно это было благом большим, чтобы это было вот это зло обращено в великое благо. Я не знаю, как Бог, вот как Он это сделал на уровне Великой Отечественной войны, да? Благо. Ведь вот так вот трудно. Но благо было в том, что поразились два врага. Это фашизм и коммунизм. Они реально потеряли хватку вот эту железную. Ведь после этого стали они крушиться. Всё это стало сокрушаться, сокрушаться и ломаться, ломаться и ослабевать, и ослабевать. А какая была сильная хватка, вы посмотрите. И такая кульминация, жёсткая кульминация. Поэтому, Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе, пусть явит Господь славу свою в это время. И он знает, как это сделать, друзья. Вот нам надо просто вот так хвалить его. Вот так надо поклоняться, чтобы через это он был активен, Бог. Бог, он становится очень активен. Он активизируется через... Я живу, говорит, словословие народа своего. Я живу, я пребываю там и действую мощно. Когда произошла победа, я уже каждый раз говорю, когда Бог давал мне откровение России, Туцци и Хуты, вот на этом примере, когда у них была вот эта братская война, геноцид этот. Когда произошла победа? Когда они поднялись на уровне сыновства. Туцци и Хута. Когда они поднялись и перестали искать виноватых и защищаться. Они поднялись, просто проросли. Вот это сыновство на уровне народов, что проклинать, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих. То есть ушла вот эта пелена, и надо прорасти. Понимаете? В это надо вырасти. Да, мы можем вырасти на уровне своей семьи. Вот побеждать вот это вражье такое. На уровне соседства, на уровне работы своей. Что я уже тут... Меня проклинают, а я благословляю. Вот соседка тут проклинает, а я ее благословляю. А на уровне народов. А на уровне народов. Это другая сфера. Это другая реальность. Господи, помоги нам действительно подняться вот в этой силе сыновства. Потому что, говорит, когда вы будете благословлять проклинающих и молиться за обижающих, вы назоветесь моими сыновьями. Вы назоветесь моими сыновьями. Вот этот, вот этот народ творит, будет волю Божью. Сыновья. Сыновья Божьи. Сыновство, которое вырастает на уровне, чтобы благословлять народы. Аллилуйя, слава тебе, Иисус Господь. Потому что Америка в свое время, она очень мощно, ну, я имею в виду Божий народ там, они мощно молились за Россию, за Советский Союз. Они мощно молились, чтобы упала эта железная занавес. А не без конца. Говорят, мы молимся за вас. Поэтому, Господи, твори в нас эти победоносные молитвы в мае месяце, как мы начали этот май, да? Пусть это хвала огненная. Нам нужно выйти в эту другую хвалу. Реально, в ту хвалу, которая тука елея, ну, чтобы пришла эта растущая сила. А тука елея разрушается ирма. Чтобы помазание было высвобождено через хвалу ту, которая будет сокрушать на уровне народов дьявольские вещи, да? Вот как евреи. Они же танцуют, а Бог все крушит. Они же танцуют, реально танцуют, отрываются. Так мощно, да? И это помазание для народов. Вот та хвала, которую мы сегодня переживали с вами, она необходимая. Она просто... Нам нужно открыть новую хвалу. Ту хвалу, которая будет просто сокрушать все на свете. Все на свете, дьявольщину всю. Все будет мало... Ну, все перестраивать будет. Это все в силе в хвале. Это вся сила через хвалу идет. Аллилуйя. Там много Бога, и там много света, и там много силы растущей. Много помазания, которое сокрушает всякое ермо. Аллилуйя. Пусть эти пасхальные дни, предпасхальные, когда, вот знаете, каждый в своей какой-то вот... Там что-то в него растет, какие-то мотивы. Что в нас растет, да? У Иуды росло, вот это росло зло. Росло, росло, росло и выросло. Вот. Получил и все. У фарисеев росло тоже что-то. Что же в них росло? Да как бы его убить из зависти? Вот понимаете, какие мотивы? Боже, помоги нам вскрыть все них хорошие мотивы и уничтожить их самим. Самим уничтожить их, чтобы вот это вот не вскрылось, чтобы они не принесли плода, чтобы не выросло. А пусть растет только Божье, чтобы принесло вот реально жизнь и жизнь с избытком. Во всей полноте. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Аллилуйя! И давайте встанем, помолимся и благословим наши народы, благословим, благословим этим пасхальным приветом, этим пасхальным огнем, этим пасхальным искуплением. У Бога есть рычаги, у Бога есть ключи, чтобы это зло просто обратить в добро. Аллилуйя! Господь Иисус, мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, что Ты пришел на эту землю, Ты пришел, Ты сотворил, Ты, Господь, прошел этот триумфальный путь, Ты так, Господь, все сотворил. Боже мой, Господь, мы благодарны Тебе, что этот план состоялся, что он реально состоялся, что он не сломался, что он не остановился, что Ты вошел в полноту этого плана. И Ты, Господь, когда никто ничего не понимал, Ты вершил судьбу вселенной, Ты вершил спасение вселенной, Ты вершил свою победоносную, Господь Бог мой, спасительную благодать для всех народов, для всех наций. Нету разницы, кто, кто, какой народ, какого цвета, какой кожи, какого языка. Господь, Ты пришел, чтобы спасти, примирить мир, примирить мир, не уменяя людям преступления. Аллилуйя, гота, глару, град. И мы, Господь, благодарим Тебя за это, и мы высвобождаем силу примирения, которая высвобождена на Голгофском кресте, через эту пролитую кровь. Мы благодарим Тебя за этот новый договор в крови Христа, что покрыто кровью. Все то, что осознается, все то, что кается, все то, что Господь Бог мой нас преследует, оно покрывается кровью. Оно покрывается кровью, Господь Иисус. И мы молимся, Дух Святой, чтобы был всякий процесс греха остановлен. Остановлен готе гламанто крейзе блару презе. В эти дни, Господь Иисус, Ты силен остановить всякое беззаконие. Ты силен остановить и сокрушить всякий жезл нечистивых. Жезл нечистивых ломается, а жезл праведников поднимается. Жезл нечистивых ломается. И все надеющие на золотые слитки постыжаются, посрамляются. Господь, мы благословляем эти дни, эти предпасхальные, пасхальные, всемайские, Господь Баг мой, и духовные праздники. И, Господь, той победы, которая была осуществлена в 45-м году. Мы, Боже, утверждаем Твою победу сейчас между Россией и Украиной. Между, Господь, нашими границами утверждаем Твою власть. Мы провозглашаем Твою победу. Мы молимся, Дух Святой, чтобы была проложена Твоя дорога. Дорога жизни, дорога жизни, дорога примирения, дорога искупления, мост примирения, служение примирения. Дух Святой, да будет сокрушено всякое жестокосердие, да будет сокрушено всякое зло, Господь, под ноги, под ноги наши. Мы каемся, и мы молимся, и мы торжествуем Твою победу. Нам нужна Твоя победа, Аваочи, которая была одержана на Голговском кресте. Нам нужна Твоя победа, поэтому мы осуждаем всякое зло, мы осуждаем всякую смерть. Ты, Господь, победил смерть, Ты победил всякое беззаконие, Ты победил всякое проклятие. Твоя кровь пролита, и она не напрасна, и Ты вершись сейчас, что-то чудесное, что-то прекрасное, Ты вершись сейчас, Боже, на этой земле. То, что мы можем еще не видеть, но мы доверяем Тебе, что Ты знаешь, Господь, как проложить этот путь. Как оздоровить эту землю, как оздоровить наши народы, как оздоровить дух каждого, как оздоровить нации. Благослови, Господь, этот пасхальный привет. Пусть он опускается на души, пусть он опускается на нации, пусть он опускается на головы, Господь, всех измученных, всех загнанных, всех обремененных, всех растерянных, всех находящихся в плену, всех находящихся в узах греха и смерти. Во имя Иисуса Христа свет твой светит, и тьма не может объять, аминь, 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 свет твой светит, и тьма не может объять, цвет твой светит, и тьма не может объять. О, лей-лей-лей-лей-лей, о, санна гломентубрей, мы празднуем Твою победу, мы приветствуем Тебя, Царя Царей, мы приветствуем Царя Царей, Мы приветствуем Тебя на нашей земле, мы торжествуем Твою триумфальную победу. Аллилуйя, Глорес! Аллилуйя, Камон! Аллилуйя, Джизес! Аллилуйя, Глора Грей! Аллилуйя, Гамонтофаро! Мы приветствуем Тебя, Царь Царей! Мы приветствуем Тебя, Бог Богов! Мы приветствуем Тебя, мы приветствуем Тебя, как Царя Царей, как Бога Богов! Мы приветствуем Тебя, мы приветствуем Тебя воочи, мы приветствуем Тебя, Аллилуйя, Твою триумфальную победу, мы торжествуем Твою триумфальную победу. Жизнь, мы торжествуем жизнь, мы торжествуем жизнь над смертью, мы торжествуем воскресенье над тлением, мы торжествуем несуществующее, к существованию приходит и смертное поглощено жизнью. Аллилуйя, карто, рейзеб, лару, прад, ты поднимаешь, Господь, народы, во славе Твоего имени, ты исцеляешь наши народы, ты, Господь, снимаешь наши, ты исцеляешь наши раны, ты разрушаешь все бремена, ты даешь жизнь и жизнь избыткам. Поклоняемся Тебя воочи в это предпасхальное время и благодарим Тебя за тот опыт истории, который есть в нашей жизни, как ты сокрушаешь дьявола под ноги, как ты ломаешь жезлы нечестивых, как ты выводишь к обновлению народы. Аллилуйя, Господь, мы уповаем на Тебя и сейчас, мы и сейчас стоим в проломе этом, мы и сейчас, Господь Бог мой, стоим в проломе, чтобы видеть Твою славу во всей полноте. И пусть этот месяц будет переломным месяцем, благослови мой месяц, благослови мой, Кида, гломенту крад, Твоей триумфальной победой, Твоим откровением, Твоей славою, гломенту грэд и граду, И цунэ раменту фарду, и цументу глонте фарду, благоромето, ламенту дэй, поднимается народ силе, поднимается народ сыновстве, поднимается народ в откровении Твоем, поднимается народ мира, поднимается сыновья мира, поднимаются люди Духа Твоего, поднимается в славе Твоей, поднимается с вечным Твоим и Господь, с вечной Твоей печатью. Огонь Духа пробуждает, пробуждает каждое сердце молящийся Поднимается молитва в народе более и более И поднимается новая хвала Хвала подобающая, хвала сокрушающая замки Хвала сокрушающая бремена Хвала сокрушающая все запоры Связывающая бесов Связывающая всякую бесовщину Разрушающая все установки демонические Хвала Господь Твоя Поднимается новая песня, новая хвала Которая поднимается в силе Твоей Ночная хвала, дневная хвала Вечерняя хвала, утренняя хвала Пусть звучит эта хвала Пусть звучит и наполняет эту землю Божьим присутствием Аминь, аминь, аминь Аллилуйя, глорес! И всякая слеза будет, Господь Бог мой, утешена И всякая слеза будет стерта И всякая слеза будет снята Тобой И придет Твое избавление Твое утешение Мы благодарим Мы благодарим Тебя за то, что две тысячи лет назад Произошла эта триумфальная победа На Голгофском кресте Ты умер и Ты воскрес Аллилуйя, слава Тебе Ад, где Твое жало, смерть, где Твоя победа Мы торжествуем Твою жизнь Мы торжествуем Твою победу на кресте Мы торжествуем Твое воскресенье Мы торжествуем, глорес, мейс и кларус Души наши не увидят тления Земля наша не увидит тления Ты укажешь нам путь жизни Полнота радости пред лицом Твоим Иисус Господь, благослови Украину Благослови Россию Благослови наши славянские народы Покрой милостью и выведи нас на прямые Твои пути Очисти и выведи нас на прямые пути Помоги нам скинуть всякое бремя из-за пинающей грех Помоги нам выйти на новый уровень святости и правды Твоей Высвобождаем Твою волю в эти дни Утверждаем Твое царство, гломонтофардо Иисус Господь, Ты примиритель Ты знаешь, как достигать сердец Благословен Господь Благословен Господь Благословен Господь мира Спасибо Тебе за Твою триумфальную победу Спасибо Тебе воочи Спасибо Тебе за то, что дьявол поражен И дай нам ходить власти Дай нам ходить в силе Духа Твоего Дай нам, Господь, ходить путями Твоими Дай нам, Господь, творить Твою волю в молитвах своих Дай нам быть непобедителями Твоими во всяком сезоне нашего времени Аллилуйя, слава Тебе Все заботы возлагаем на Тебя Пусть в эти дни, Господь, тысячи тысяч встретятся с Тобой Тысячи тысячи переживут Тебя Тысячи тысяч, Господь, будут, Бог мой, просто услышать Тебя Тысячи тысяч узнают Тебя Тысячи тысяч сблизятся с Тобой Пусть все храмы будут наполнены Пусть все молитвенные дома будут переполнены Пусть все программы, которые делаются во имя Твое Будут, Господь, сильными, влиятельными, притягательными Приумножающими спасение Твое Благослови церковь Твою Благослови народ святой Твой Пусть поднимается сила сыновства Пусть скидывается всякое бремя и запинающий грех Аллилуйя Пусть умножается помазание на голове помазанников Твоих Свят, свят Господь Саваоф И вся наша земля полна славы Твоей Иисус Господь победитель наш Иисус Господь искупитель наш Жив Господь и живы души наши Не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни Свят, свят Господь Саваоф И вся наша земля полна славы Господней Хвала Тебе, хвала Тебя воочи, благодарим Тебя за Пасху, благодарим Тебя за выход, благодарим Тебя за искупление, благодарим Тебя за пролитую кровь, благодарим Тебя, Иисус, что ранами Твоими мы исцелены, что ранами Твоими исцелена наша земля, ранами Твоими мы торжествуем Твое исцеление, Твою победу над грехом, над злом, над дьяволом. во имя Иисуса Христа, и весь народ да скажет. Аминь, аминь, аминь. Помолимся за перерыв и за воскресные служения праздничные по всем храмам, по всем молитвенным домам, по всем местам поклонения, потому что это особый праздник, на который есть особый взор, как у людей, которые некоторые только, знаете, такая есть реальная история. Человек говорит, не знаю, как приду в храм, все поют, Христос воскрес. А когда ты ходишь? Да раз в год. Потому что все только попадает на... И вот лучше ходить почаще, да? Одному мальчику, он маленький, пять лет, он хорошо читал, и люди не поверили, говорят, ну как ты уже читаешь? Ну да. И далее прочитать что-то из сборника. Открывает, вот Христос воскрес, воистину воскрес, поют, да? Он читает, Христос воскрес три раза. Пусть он воскреснет три раза в духе, в душе и в теле. Все части. Господь, благодарю Тебя, что Ты воскрес столько, сколько нас, людей. Ты воскрес для каждой судьбы, и пусть, Боже, каждая судьба воскреснет в Тебе. Мы благодарим Тебя, что можем благословлять сейчас воскресные служения, чтобы они были наполнены жизнью, наполнены радостью, торжеством, порядком, устройством, защитой. Потому что, Боже, когда сегодня много провокаций врага, а мы для того здесь и находились, чтобы их нейтрализовать. И поэтому пусть по всем храмам будет защита, пусть по всем молитвенным домам будет защита, по тем местам, где мы поклоняемся Тебе, защиту Твою принимаем от Тебя, Боже. Чтобы нам прийти в безопасность и поклониться, прославить великого Бога, Который творил, творит и будет творить чудеса дальше. Я благодарю Тебя, Отец, что мы имеем такую возможность по воскресеньям приходить. Может быть, по пятницам, еще по каким-то дням люди собираются. Я благодарю Тебя за это, Боже. Я благодарю Тебя, что для нас важно не только раз в год, чтобы люди приходили и слушали Христос воскрес, а выходя забывали, что Он воскрес. Поэтому, Господи, я прошу, чтобы помнили каждый день, каждое мгновение, что Христос воскрес, Он живой, и Он возвращается на эту землю. Я благодарю Тебя, что мы отдаем Тебе сейчас уже накрытый стол от Тебя. Принимаем, отдаем служение, принимаем благословение. И пусть, Боже, май месяц, о котором мы сейчас сказали, май мы Тебя благословили. Быть победоносным, быть прорывным, быть результативным, быть цветущим. О, Господь! И всегда говорили, мир, труд, май, а мы говорим, мир, труд, рай. В мае приходит рай. Божий рай. Одну букву заменили, и рай пришел, правда? Май ты становишься раем. Раем. Благословенным раем. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем этот перерыв, мы благословляем друзей из Эстонии, поедут они в свои. Кстати, вас много сегодня? Выходите, мы благословим. Давайте, выходите. У вас даже молодежь есть тут с Нарвы. Извините, мы перерыв немножко, так скажем, оттягиваем, но сдвинули чуть-чуть, да, не страшно. Может, что-то хочешь сказать? Друзья, там есть такая молодежь, и вот, вот, а что ты прячешься там? И вот эти две девушки, они там уже подняли команду таких подросточков хороших, да, такие молодцы. Я думаю, что все, ты скажите все-таки пару слов. Что за народ? Откуда у вас такая молодежь подростки? Где вы сняли? Из лагеря. Да, мы очень много лет, с 2013 года мы делали лагеря в Финляндии, ездили, я еще была ребенком, у меня 23, если что. Вот, и, да, вот с лагерей у нас 23 сейчас, и это ночь, очень тяжело мысли собирать. Да, и вот благодаря этим лагерям у нас собиралась команда, и вот сейчас уже есть устойчивая команда, которые никуда не деваются, ходят постоянно, и уже некоторые служат даже в команде, ребята. Вот, мы небольшая, маленькая домашняя церковь, но молодежная, да, у нас молодежь преобладает больше, чем взрослых. Я просто, когда я летела с Германии, к ним зашла на огонек, поэтому видела их там, слава богу, домашняя церковь, потому что там собирается как группа, но они уже там, их прилично, для квартиры прилично. Поэтому пусть они растут и размножаются, и это дети не все с благополучных семей, как я поняла. То есть они такие разные, потому что и в лагеря они попадали тоже таким образом. И вот Леночка их там курирует, давайте мы их благословим. Света и Женя, они тоже, так скажем, взяли, видите, они вот всех окружили уже этих ребяток. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас благословлять наших соседей. Мы благословляем, чтобы мост был всегда живым и здоровым, чтобы Твое благословение, оно действительно работало в этих сердцах детей, подростков. И я благодарю Тебя, потому что их важно сегодня вырывать из этого мира, из системы Вавилона. Их важно ставить под Твой покров, под Твою защиту. И я благодарю Тебя, что Ты дал с ними встретиться. Боже, слава Тебе, слава Тебе, потому что на самом деле месяц назад, когда мы встречались, Твое благословение, оно это усмотрело как возможность. И сейчас я хочу высвободить Твою благодать. Благодать и для тех, кто сейчас приехал на праздник сюда. Мы благословляем Елену, благословляем этих девочек, благословляем Светлану, Женю и всех, кто там трудится с ними. Господи, я верю, что Ты размножаешь уже посеянное. Я верю, что Ты взращиваешь то, что когда-то рука Твоя насадила. И мы сейчас в этой молитве их благословляем и покрываем их головы, их тела, их души, чтобы они были сохранены от любого зла, на любом уровне, от любого замысла. Я благодарю Тебя, что Ты захотел, чтобы они с этого места не ушли без благословения, а получили это благословение и могли взять свой дух. Да, может, тела устали уже, но дух, он может быть бодрым. Поэтому пусть они принимают эту меру благодати, которая их защищать будет, направлять и вразумлять. Потому что мудрость, она нужна молодым особенно. Поэтому пусть мудрость пойдет с ними по жизни и уравнивает дороги. Слава Тебе, Господь, за все, что Ты сделал и сделаешь дальше. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо всем. Благословляем перерыв и всех восстановлением. Спасибо за просмотр! Субтитры за субтитры Алексею Добровскому! Продолжение следует...